Привет, друзья! Это канал Шоб не тут жить, я Алексей Наливайка, и мы начинаем новый сезон на канале. Это сезон о недвижимости ближайшего Подмосковья, регионов России, даже немножко что-то из-за бугра может быть капнет. Сегодня мы приехали в коттеджный поселок Мартимянова, 30 километров от МКАД. Достаточно близко находится, быстро мы сюда доехали, и мы приехали к Дмитрию Портнягину, для того, чтобы построить ему террасу, потому как все-таки я строитель, как-никак. Смотрим, комментируем. Это спокойный поселок, я бы даже сказал, очень спокойный поселок премиум класса, который оформлен в единой концепции по части инфраструктуры. Мартимянова – это сам по себе не один поселок, это несколько поселков, объединенных под одним названием. Некоторые из них имеют подряд на строительство, то есть вы покупаете непосредственно дома, которые подготовлены под индивидуальную отделку. А в некоторых, точнее в двух из них, участки продаются без подряда на строительство. Они оформлены в едином стиле, имеют невысокие заборы, четко сформированные проездные и пешеходные пути. По части инфраструктуры все достаточно неплохо организовано. Здесь центральные коммуникации, водоснабжение, электричество, газ и даже канализация центральная, что немаловажно. Отсутствие ресторанов, кафе, торговых центров больших – это, скорее всего, даже плюс в таком месте, потому что вот такие места выбирают те люди, которые хотят спокойной жизни. Поселок окружен лесами, с одной стороны недалеко находится река, а здесь протекает спокойная и размеренная жизнь. Детские площадки, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки – все достаточно неплохо организовано. Поселок премиальный и достаточно давно сформирован, поэтому не так много здесь земли свободной. Практически все уже застроено. Мы проехали практически весь поселок, и только кое-где слышен звук отработающего инструмента. Но все равно есть несколько участков свободных, которые также ограждены и ждут своих покупателей. В нашем случае это в районе 7 участков, как мы сказали, в отделе продаж. Ограждение участков достаточно консолидировано, оформлено, и администрация поселка предъявляет определенные требования. И это хорошо, потому что нет заборов один выше другого, и кто какой захотел. Все приблизительно в одном стиле. Несмотря на то, что дома построены совершенно разные, здесь есть кирпичные, деревянные, есть дворцы, есть обычные дома среднего сегмента. Далеко достаточно находится Киевское шоссе, его практически не слышно. Подъездные пути и дороги очень широкие. В коттеджных поселках редко можно встретить широкую дорогу. Очень быстро можно добраться до Москвы, если, конечно, вы не попадаете в час пик. Хорошая охрана в каком плане? В том, что пока мы снимали, к нам подъехали ребята и спросили, что вы здесь делаете, вы кто, откуда, к кому приехали. Значит, что касательно цен. Участки, которые свободны, они находятся между жилыми домами. Стоимость их от 5,5 до 7,5 миллионов рублей. Со всей инфраструктурой, которая должна и присуща поселкам такого рода. В районе 3 километров находится ПГТ Апрелевка, в которой есть вся необходимая инфраструктура для нормальной жизни. То есть, чего нет в ближайшей деревне, вы можете с легкостью приобрести и получить услуги в Апрелевке. Чуть дальше есть Селятина, дворец спорта построен, в котором есть все спортивные развлечения по времени. Это в районе езды 70 минут в этом же направлении, в Киевском. Густонаселенная и плотная застройка поселками, инфраструктурными объектами Московская область до Бетонного кольца. Поэтому, выбирая любой из поселков такого характера, я думаю, что вы не будете иметь проблем с какими-либо услугами и товарами. Очень часто так бывает, что обзоры совмещены с моей профессиональной деятельностью. Так и сейчас. Мы приехали в коттеджный поселок Мартимьянова для того, чтобы сделать некую работу одному из топовых бизнес-блогеров в России, бизнес-блогеру номер один Дмитрию Портнягину. Заодно я покажу вам его скандальный дом и сделаю свои выводы по части его. Я прошел, просмотрел основные моменты. Могу консолидировать, что дом в целом очень хорошо собран. Хорошо монолитные конструкции выполнены. Везде влаги, балки лежат на окантовочном брусе, плюс дополнительно балкодержатель. Что мне тоже очень понравилось. Торцы нигде не треснутые. Они отшлифованы, покрыты маслом и очень хорошо вылезут. Я очень часто вижу, когда торцы растресканы после года-двух усадки дерева. Поэтому в целом конструкция дома очень хорошая планировка. И мне ничего такого не упало на глаза, чтобы можно было зацепиться и что-то предъявить. Сейчас ведется благоустройство. И как сделан конструктивный монолит бани, можно понять, что ребята, которые занимались подготовительными работами, достаточно грамотно все устроили. Дренажи есть, ливневые сливы есть. Достаточно мощные домкраты стоят и везде есть регулировочные болты, что очень важно. Это мне понравилось. Правильно сделана вентиляция подкровленного пространства, правильно подшиты свесы кровли. Хорошие деревянные стеклопакеты. Все очень неплохо. Неплохо выполнен дом в целом. На самом деле, когда закончится строительство, это будет один из лучших участков поселка, потому что он имеет выход к лесу. Сейчас вообще в Московской области все меньше и меньше становится лесных участков, потому что на них вводится мораторий и охранная полоса, защитная зона увеличивается. Выбирая участок, всегда помните о том, что он настолько красивый, насколько и проблемный. Дайте ему реальную оценку того, как он снимает выпуски на YouTube. Огонь. Брат, ты уверен, что ты туда посмотришь? Блин, я туда только не залазил свою жизнь. А как сделать так, чтобы террасная доска закрывала? Мне кажется, что он рэп читает сейчас. Блин, у тебя такой голос очень четкий. И вот такие мне поставщики нравятся? Телепорт. Телепорт. Это не коопорт. Повырезайте слова и попробуйте сделать ему. Террасы, балконы, балконы, террасы. Это производная моего бизнеса. Бизнеса. Господи. То, что вы сейчас видели, это как бы за кадр, это бэкстейдж. Слушай, что-то у нас терраса с тобой получается какой-то прям целый город. Ну, очень много. Еще один дом на улице. Не знаю, что с ними делать. 225 квадратов. 225 квадратов террас. Это в монтаже, в чисто... Ну, даже 230 будет, да. 230, наверное, будет в монтаже. Ладно, мы с тобой должны сегодня в этом разобраться. Все посчитать, выбрать материалы. Расскажи, из чего делается террасная доска. Ну, вообще, что это за дерево. Какое лучшее дерево, какое худшее, какое будет у нас. Вот, какое ты предлагаешь. Я просто не хочу сильно на бабло попадать. Мне не нужно выходить, типа, на террасу и говорить, это ты знаешь такой, очень редкий, красный дуб. Вот. Ну, здесь мне пофигу. Главное, чтобы смотрелось классно. Ну, и там... Эксплуатационные характеристики. Ну, да, и ближайшие 5 лет, чтобы она нормально существовала. У нас вообще несколько видов есть изначально террасной доски. Она может быть самая дешевая, хвоя. Может быть, лиственница. У нее очень крутые эксплуатационные характеристики. Она не боится воды, морозов, там, ну, очень хорошо. Что в таких тяжелых условиях эксплуатируется. Это лиственница 45 миллиметров. Это вот прям сибирская. То, что, к сожалению, сейчас горит. Дедушкина такая прям вообще капитальная. Да, вот ее, ну, она, это моща. Но у нее тоже, кстати, мы... Ее практически нет сейчас в Москве. Наверное, вообще нет. Потому что сейчас проблемы с лесами, вот эта вся история. И ее не завозят, и она... А это как-то влияет, да? Да, конечно, это влияет. Сейчас с доской дефицит большой. Мы как бы тебе зарезервировали уже, поэтому на тебе это не скажется. Это, если кто вот хочет, прям на веках. У нас сейчас есть такая терраса. Она мне нравится. Вот это уже классно. Вот это уже по-настоящему, да, Джонни, смотри. Да, мач. И вообще ничего не у нее, она вечная просто. Тем более технологии монтажа, которые... Да, это лиственница. Причем она в высоком сорте, в экстра. То есть на ней нет сучка вообще. Ну, у нее ценник, конечно, тоже там в районе 3,5 тысяч за квадрат. Она уже сразу выкрашенная или потом... Мы ее красим в цеху. Мы красим в цеху. У нас есть масла террасные для террасы настилов. Это с компанией Биофа мы работаем. Вот у нас партнерство уже долгосрочное. И они показали себя, как вот очень хорошо в эксплуатации. Принял. Окей. Что у нас еще? Разновидности лиственницы обычной, как бы, то есть, как мы ее называем, 27 миллиметров. Можно вельвет, можно в обычной, гладенькой, вот такой. Она немножко у нас логотипом, потому что это образцы. Да, и вот он в вельвете смотрится. Давай, я это заберу. Вот так лучше. Можно вот такую выбрать, можно гладкую выбрать. Ну, не знаю, мне кажется, что это гейская какая-то история. Ну, она даже не знаешь, какая не гейская. Она просто по эксплуатации замороченная. Самое лучшее, я считаю, по эксплуатации и по всем характеристикам, это она немножко уже. Короче говоря, ее меньше крутит, потому что любую доску будет выкручивать. Поэтому я предлагаю вот эту 120-ю тебе в сорте А. Она будет классно здесь смотреться и будет хорошо эксплуатироваться. Сколько цена у нее? В сорте А 1350 за квадрат чистой доски. Вот это нормально. Чистой доски. Ну, у нас еще там плюсы. Расскажи про работы, про окраску, сколько это еще стоит денег, там, логистика, надо как-то посчитать, сколько это все будет. Окраска с маслом в цеху. Оборудованием 850 рублей за квадрат. Сюда же 1300. То есть это 200 уже? 200. Монтажные работы в районе Косаря. Так. Сюда. Сюда разгрузки входят. И, ну, логистика там, в принципе, и можно там плюс-минус пренебречь, потому что одна большая машина едет. По крепежу я взял. У меня как бы нормального пацана, знаешь, раньше... Ты всегда носил, да? Пацановые гвозди были, как бы они всегда... Не, у меня семейник всегда с собой был. Семейный ключ, знаете, да? Да, да. Великий, великий. Великий, 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 великий. Великий, великий, великий. Короче, американский крепеж мы используем. Он специально разработан для террасной доски. Они крутые, ребята. Он керамикой обработан и имеет такой вот специальный ход, потому что любая террасная доска и любая вообще древесина, она гуляет. То есть у нее есть линейное расширение сезонное, да? Да, и ей нужно дать вот эту свободу. Вот этот крепеж как раз дает ей свободу. Взял специальный диск, чтобы тебе показать, как это будет. Ты не увидишь его вот здесь насквозь. То есть он будет в торца вот здесь закручен, и вот здесь будет свободный ход у него. То есть она будет воспринимать... То можешь, чтобы они были или нет? Ну нет, нет, они немножко... Ну можно, но это немножко другой вид крепежа. Мы скрытые дела. Но если хочешь, мы тебе сделаем открытые. Может быть, прям сделаем такие... Ну тебе нужно, чтобы грубые такие... Да, да, да. Сделайте, пожалуйста. Ну окей. У нас будет какой-то зазор между... Да, у нас зазоры обязательно деформационные, потому что линейные расширения сумасшедшие. У Лиственницы очень большие, за счет чего она и живет. В районе 5 миллиметров, а некоторые... Ну айфон, короче, туда не провалится. Нет, ну можно сделать 7, но айфон не провалится. Но если они не выпустят последний, как бы, 4 миллиметра, который будет сейчас... Короче говоря, что? Вот 120-ю предлагаю в сорте А. Красим биофай в цеху. Цвет выберешь. Я предоставлю, какой нужен будет. Все будем показывать. Мне все нравится, мужик. Ты мне тоже нравишься. Класс, спасибо. Так что давай начинать работу. Мне нужны от тебя сроки. Это самый у нас щепетильный такой вопрос. Единственное, что мне нужно, это в первую очередь кухня, чтобы я мог сюда начинать уже... Смотри, касательно того, когда мы можем начать. Мы можем начать. Нам на покраску нужно в районе 2-х недель и в районе 3-х недель на монтаж. То есть это где-то месяц и неделя мы тебе закроем, если брать вот в интервале, да? Да. Всем респект, кто смотрит этот канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Леха красавчик. Хороший деньок сегодня увиделся, друзья, не так ли? Было весело, я кайфанул. Надеюсь, вы тоже. Вам понравился выпуск. Ставьте палец, если понравился. Если не понравился, пишите, чем не понравился. Полезную информацию по части коттеджного поселка, надеюсь, дал. Хороший поселок, Мартимьянова, мало участков осталось. Пишите, если они вам нужны. 30 километров от МКАД с хорошей инфраструктурой. Я думаю, редко сейчас. По части террасы узнали вы информацию. Я буду дальше это освещать, потому что о хороших террасах знают мало. И сколько стоит хорошая терраса тоже, как я теперь выяснил, знают мало. Это новый сезон на канале, чтобы мне тут жить. Меня зовут Алексей Наливайка. Будут интересные миксы, будет интересная информация. Спасибо, что остаетесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok